В России императрицу Екатерину II называют великой и считают чуть ли не национальной героиней, а время ее царствования – золотым веком Российской империи. Чем же обоснован такой почет? И чего на самом деле достигла немка на российском троне? А главное, какую цену заплатило российское население за эти так называемые достижения? Главным успехом царствования Екатерины II считается захват новых территорий. Аннексия Крымского ханства, захват земель Северного Причерноморья, раздел Речи Посполитой. Для интеграции новых территорий в состав империи были потрачены значительные усилия и средства, напрочь опустошившие казну. Екатерина II вынуждена была брать кредиты, отдавать которые пришлось более ста лет, и по большей части российским пушечным мясом. Чтобы проводить агрессивную внешнюю политику и удерживать захваченное, возникла потребность в увеличении армии. Она выросла вдвое. Был заново построен флот, поскольку тот, что строил Петр почти окончательно сгнил еще во времена царицы Анны Иоанновны. Екатерина II пришла к власти в результате переворота, узурпировав власть, поэтому вынуждена была всячески задабривать господствующий класс Московии дворянство. При ее правлении дворяне получили целый ряд прав и вольностей. Отсюда и идут представления о якобы золотом веке Екатерины. Этот так называемый золотой век касался только господ. Для всего остального населения Российской империи продолжался век, который было бы уместнее назвать каменным. С целью обеспечения идеологических устоев Российской империи создавалась официальная версия истории Московии. Официальная российская «народная» в кавычках культура, короче говоря, начала сочиняться мифическая основа русского мира. Именно при Екатерине была придумана официальная версия российской истории. Императрица решила исправить бездоказательное и нагловатое перенесение права наследия от Великого Киевского княжества на Московию. При Екатерине появилось множество якобы старинных сводов, списков и всяческих пересказов стародавних первоисточников, будто бы подтверждающих родство Древней Руси с Московией. Все бы ничего, да вот только сами первоисточники, в частности повесть временных лет, считаются утерянными. Хотя, вероятнее всего, они спрятаны в специальных архивах от заинтересованных глаз. Все, что остается историком, так это принимать на веру, екатерининскую версию российской истории, которая не выдерживает никакой критики. Русь имеет отношение к Московии только в бесплодных фантастических трудах императрицы. 28 июня 1762 года Екатерина II пришла к власти в результате государственного переворота. Мятежниками был отстранен от власти и вскоре убит законный царь Петр III. Впоследствии Екатерина и ее сторонники не пожалели усилий, чтобы выставить Петра ни на что не способным дурачком. На самом деле Петр III тщательно готовился к своему царствованию, разработал свою программу реформ, но помехой стала его собственная жена. Чтобы оценить масштаб изменений, которые мог совершить император Петр III, стоит вспомнить хотя бы упразднение тайной канцелярии, царской охранки, которая с помощью террора поддерживала московское самодержавие. На очень короткое время, единственный раз за всю историю, Московия оказалась без цепных псов правящего режима. Однако через несколько месяцев после отмены тайной канцелярии, лишенного трона Петра III убили любовники Екатерины с ее согласия. Екатерина II по своей родословной не относилась к дому Романовых, она была только женой царя. После гибели Петра III царский трон должен был унаследовать его сын Павел I. Екатерина не захотела быть регентом своего малолетнего сына и объявила императрицей себя. Более того, она серьезно думала о том, чтобы лишить Павла права на царский престол. При Екатерине II было осуществлено еще одно преступление, серьезно подрывающее легитимность царской власти. Вследствие устроенной провокации был убит законный император Московии Иван VI, отстраненный от власти еще предшественница Екатерины II, царицей Елизаветы Петровны. Действия, направленные на узурпацию власти Екатериной, подрывали как законность царской власти, так и саму идею правового регулирования наследования престола. Рыба гниет с головы. Пренебрежение законами на самом высоком уровне делает невозможным формирование правового сознания в обществе. Екатерина продолжила старую традицию правового беспредела Золотой Орды. Там всегда был прав тот, кто имел большую силу. При Екатерине коррупция приобрела невиданные до того размеры. Хищение государственной казны измерялось сотнями тысяч рублей. Граф Федор Ростопчин в феврале 1796 писал, что один только Дерибас, основатель Одессы, ворует до 500 тысяч рублей в год. Екатерина осуществляла свою власть с помощью фаворитов-любовников. Так, например, аннексия Крымского ханства и интеграция аннексированных территорий в состав империи заслуга царского любовника Григория Потемкина. Фаворитизм и коррупция как явление до сих пор существуют на Москве в виде принципа «друзьям все, врагам закон». Стоит вспомнить огромные распилы государственного бюджета путинскими друзьями из кооператива озера, самого богатого виолончелиста мира Ралдугина или коррупционные схемы бывшего министра обороны РФ Сердюкова. И этот список можно продолжать бесконечно. Жажда власти Екатерины Второй – одна из причин того, что общественная жизнь Москве и по сей день регулируется не силой права, а правом силы. Волевыми решениями царей, генсеков и президентов, революционной целесообразностью, блатными понятиями, судебными приговорами, вынесенными за взятки, словом, всем чем угодно, только непростыми и справедливыми законами. Екатерина Вторая щеголяла перепиской с Вольтером. Вольтер-то находился во Франции, с ним можно было говорить о свободе и просвещении, а на Московии можно было только восхвалять начальство, прежде всего саму императрицу и только в понятной для начальства форме. Любое отклонение от этого правила считалось государственной изменой и каралось со всей яростью московских законов. В царствование Екатерины постепенно были закрыты все газеты и журналы, за исключением одного – всякая всячина, потому что его издавала сама императрица. Показательной в этом смысле была незавидная судьба Николая Ивановича Новикова. Наибольшей его виной было то, что он являлся издателем, просветителем и филантропом. Около трети всех книг в Москве в то время были напечатаны именно Новиковым. Образованная европейская императрица наградила его за просветительство 15 годами заключения в Шлиссельбургской крепости. У него отняли и пустили с молотка все его имение. Считается, что такой жестокой расправе он подвергся в частности еще и из-за того, что во время неурожая и голода 1787 года спас от голодной смерти крестьян из около ста селений. Екатерина почему-то посчитала это неслыханной дерзостью и на Новикова быстро состряпали дело. Это очень в духе и традициях российской власти. 20 лет назад таким же образом Михаил Ходорковский впал в немилость Кремлю, в том числе и из-за своего фонда «Открытая Россия», занимавшегося активной поддержкой проектов в области культуры и образования. При Екатерине II запрещались книги и отдельные произведения, подвергались репрессиям авторы Новиков, Радищев, Кречетов и многие другие. Политика Екатерины уничтожала слабую поросль свободной мысли Москве и была направлена на воспитание рабов. Власть столетиями сама лишала себя обратной связи с обществом, что в конце концов привело к полному краху самодержавия в 1917 году. Однако это не помешало тому, чтобы традиция борьбы со свободой слова и мысли навсегда укоренилась в Москве. Для удержания захваченной власти Екатерина была вынуждена всячески задабривать господствующий слой Российской империи – дворянство. Окончательно права московских помещиков были закреплены грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства от 1785 года. Этим документом подтверждались привилегии, предоставленные дворянам предшественниками Екатерины – освобождение от подушной подати и неограниченные права на владение собственными поместьями, плюс освобождение от обязательной государственной службы. От себя Екатерина II добавила право собственности на землевладения и земельные недра в помещичьих имениях, право на сословные учреждения, освобождение от телесных наказаний и конфискации имущества по уголовным делам, освобождение от военных постоев и другое. С 1783 года указом императрицы Екатерины II крестьяне Киевской, Черниговской и Новгород-Северской губернии лишались права перехода от помещика. Это означало полное закрепощение крестьян Левобережья. На них распространялось действие всех законов Российской империи. Дворяне фактически превратились в полноправных владельцев над своими холопами. Крепостных помещик имел право продавать, дарить, а также наказывать по своему усмотрению. Были случаи, когда супруги крепостные продавались разным владельцам. Стоит отметить, что исконно-посконное московское крестьянство долгие годы самодержавного произвола ордынских ханов и царей Московии было лишено всяческой способности стать на защиту не только своих прав и достоинства, но даже собственной жизни. Большинство порабощенных Москвой народов время от времени восставали против колониальной эксплуатации, и только московицкие холопы молча терпели все. Наибольшее, на что они были способны – сжечь и ограбить усадьбу помещика. Да и то отважные московиты способны были создать сравнительно небольшие разбойничьи в Атаге. На систематическое массовое сопротивление московицкие холопы были не способны. Все войны, которые марксистские историки окрестили якобы крестьянскими, были войнами казаков и других порабощенных народов против Москвы. Русские крестьяне в тех войнах разве что разоряли господские имения, чтобы потом удрать, куда глаза глядят. За всю историю Московии было всего лишь одно восстание собственно русского крестьянства. Это Тамбовское восстание против большевиков 1919 года. Крепостная система была разрушительной и для дворян. Господа приспособились хорошо жить за счет полуголодных холопов. Зачем тратить деньги на модернизацию сельского хозяйства? Зачем облегчать жизнь неблагодарному крепостному? Пусть не лениться и работает, и все будет хорошо. Сельскохозяйственные машины стоят денег и неизвестно еще, когда оправдают потраченные на них средства. Так крепостничество помешало формированию предпринимательской инициативы у дворян. Они еще долго оставались с аграрными технологиями средневековья. Наивысшей точке дворянский произвол достиг в действиях Дарьи Салтыковой, Салтычихи. Она пытала и убивала своих холопов, руководствуясь лишь собственной прихотью. Точное количество замученных людей неизвестно. Царский суд признал ее виновной в 38 убийствах и еще подозреваемой в совершении убийств 26 человек. Довольно жесткий приговор Салтыковой, пожизненное заключение в замурованной келье монастыря компенсировался плохим его выполнением. Немногие знают, что монастырь, в котором отбывало заключение Салтычиха, был тот самый, на который она еще до наказания жертвовала огромные денежные суммы. Неудивительно, что Салтычиха прожила в монастыре 33 года. Она пережила и саму Екатерину II, и ее сына Павла I. Во времена Екатерины, Московии были захвачены значительные территории, что принесла новая власть порабощенным народам. Одним из первых шагов самопровозглашенной царицы была отмена в 1764 году Гетманщины, автономного государства Левобережной Украины. Хотя после уничтожения прав и вольностей украинского казачества Петром I от автономии мало чего оставалось. Екатерина отменила и те жалкие остатки государства, созданного Богданом Хмельницким. Украинцам Левобережья империя Екатерины II принесла рабство. В 1783 году все свободные украинские крестьяне Левобережной Украины стали крепостными. В 1796 такая же участь постигла крестьян Северного Причерноморья, так называемой Новороссии. Крым получил первую депортацию в 1778 году. Чтобы подорвать экономику крымского ханства, генерал-каратель Суворов принудительно переселил в Приазовье все немусульманское население Крыма. Кстати, видео о карателе Суворове ищите на нашем канале. Для удобства оставлю ссылку в описании. Аннексия Крыма стала настоящей национальной катастрофой для крымских татар. Нация, которая еще недавно на равных соревновалась с московским царством, оказалась на грани выживания. В наше время крымские татары – национальное меньшинство на своих исконных землях. Это стало следствием многовековой политики московского империализма. Сегодня, после аннексии Москвой Крыма в 2014 году, национальный гнет крымско-татарского народа московскими империалистами вышел на новый уровень. Вследствие Екатерининской национальной политики на грани исчезновения оказались нагайцы. Генерал-каратель Суворов устроил настоящий геноцид нагайского народа, от которого они до сих пор не оправились. Усилиями Екатерины была уничтожена Речь Посполитая – общее государство поляков, литовцев и белорусов. Царизм вел целенаправленное наступление на права и вольности казачества. Это вызвало закономерное сопротивление казаков, живших на территории современной РФ, и стало причиной Большой Московско-Казацкой войны, известной в истории как восстание Емельяна Пугачева 1773-1774 годов. После поражения Пугачева в войне по землям Яицкого, Донского, Волжского, Башкира-Мещерятского и Оренбургского казачества прошлись отряды царских карателей. Тысячи казаков были убиты или арестованы. Царизм взял курс на превращение казаков из отдельной восточнославянской нации в государевых служивых людей. Под удар попали и украинцы. По приказу царицы 16 июня 1775 года была уничтожена Запорожская сечь, а казацкие лидеры приговорены к каторге. 9 июля 1783 года указом военной коллегии уничтожены остатки украинских вооруженных сил. Казацкие полки Левобережья превращались в регулярные воинские части московской армии. Агрессивная империалистическая политика Екатерины II требовала значительных финансовых расходов на армию, флот и содержание оккупированных территорий. Главным источником поступлений в царский бюджет были выплаты, которые взымались с податного сословия, преимущественно крестьян. Денег катастрофически не хватало. Чтобы залатать дыры в бюджете, царским манифестом от 29 декабря 1768 года вместо звонкой монеты вводились в оборот бумажные деньги. Уже в 1780-е бумажные деньги в обращении стали преобладать над серебряными и медными, что привело к обесцениванию московских денег в несколько раз. И если ассигнациями еще хоть как-то удавалось перекрыть дефицит бюджета на внутреннем рынке, то для приобретения новых технологий, товаров и услуг квалифицированных специалистов на Западе нужны были настоящие деньги, а не бумажные рубли. В апреле 1769 с целью финансирования средиземноморской экспедиции царское правительство достигло договоренности с банкирским домом Десмет из Амстердама про заем в 7,5 миллионов гульденов. Это около 3,5 миллионов рублей серебром. Впоследствии банкиры предоставили новые кредиты Екатерине II, за что получили титулы наследственных баронов Российской империи. Расплатиться по этим и новым кредитам московским царям удалось только через 122 года в 1891. А до этого времени они вынуждены были погашать кредитную задолженность пушечным мясом своих рекрутов. Финансовая политика Екатерины II поставила денежную систему Московии на грань глубокого кризиса. Экономика Российской империи оставалась преимущественно аграрной. Городское население империи еле-еле составляло около 4% населения. Отечественное производство промышленных товаров не могло полностью удовлетворить потребности империи. Московская промышленность при Екатерине II работала на технологиях времен Петра I. Это привело к тому, что главные источники московского экспорта чугун и сукно сильно уступали в качестве европейским и стремительно теряли конкурентоспособность. Поскольку Российская империя нуждалась в ввозе промышленных товаров из-за границы, торговый баланс был не в пользу Московии. Царское правительство пыталось выровнять диспропорцию торгового баланса за счет сельскохозяйственной продукции, преимущественно зерна. Такая политика привела к разорению крестьян. Доходы от хлебной торговли получали помещики и безумному росту цен на хлеб. В результате крестьянство Московии страдало от массового голода, что часто означало смерть от недоедания. Вспомним, что закупать хлеб за границей, чтобы крестьяне в «великой» России массово не погибали от голодной смерти, начали только после смерти Сталина, во времена режима Никиты Хрущева. Стоит добавить, что на собственной персоне Екатерина II не экономила. Для царских прихотей на гонорары любовникам на различные предметы роскоши и произведения искусства тратились сотни тысяч рублей. За эти деньги можно было бы прокормить тысячи крестьянских семей. Но зачем такие бесполезные и убыточные хлопоты ее величеству? Последствия более чем 30-летнего бездарнейшего правления Екатерины II удручающие. За счет существенного ухудшения качества жизни населения, финансового и экономического упадка империи, окончательного закрепощения крестьян и развращения помещиков, Екатерине удалось раздуть размеры Российской империи и увеличить армию. Рожденное Золотой Ордой Московское государство сохранило курс на неограниченную царскую власть, авторитарное неправовое государство и холопское общество с отсталыми формами экономического хозяйствования и колониальной эксплуатации. Если Екатерина была таким молодцом, как о ней пишут российские историографы, то почему же эта мощная в кавычках расцветшая Российская империя, якобы построенная ею, так легко развалилась всего лишь через 120 лет после окончания правления императрицы? Всем добра и здоровья!